Дорогие коллеги, здравствуйте! Я очень рада сегодня участвовать в таких знаменитых эндологических чтениях и присоединяюсь к благодарностям всех участников. Очень рада, что можно онлайн во всем участвовать. И моя тема сегодня отчасти связана с предыдущими докладами. Называется «Индийская игра знаний. Один эпизод культурного трансфера». Исследованием этой игры я занялась не так давно, хотя и не так... Где-то два года назад я узнала благодаря коллегам замечательным о существовании игры знания в Кунсткамере. И вот перед вами фрагмент изображения, которое находится на Санкт-Петербурге. И как раз оно принадлежит к коллекции Ивана Павловича Минаева. Но к нему мы ещё вернёмся. А для начала я расскажу в целом, что такое, что представляет из себя эта игра знаний. Это такое обычно квадратное, прямоугольное или круглое игровое поле, которое одновременно с функцией игры стремится запечатлеть аналитическую схему Вселенной. Последовательно на этом поле расположены, как вы видите, квадратики, которые называются логи, ну и по-разному, там разные названия от санскритского мира, которые в некоторых случаях связываются между собой различными инструментами. Перед вами вот вишнуитская, вошнавская версия, две вещи вошнавских, которые используют лестницы, хотя такой небесный инструментарий может быть почему небесный, я чуть позже объясню, может быть разным. В данном случае это лестница, могут быть стрелы, и также в непальских версиях это змеи, которые выделяются определенным цветом, а вот именно эти инструменты переносят игрока как бы с нижних клеток на более высокие уровни, то есть существенно облегчают ему путь, значит, потому что конец игры в финальная клетка игры, она находится в центре, я не знаю, видно мою мышку, вот, вот здесь вот в центре, в данном случае здесь находится Вайкундха, то есть рай Вишну, Вашнавский рай, и значит, цель игры достигнуть этой клетки, а вот змеи, которые здесь так ярко выделены, они затрудняют путешествие игрока и спускают его даже с самых высоких уровней, вот тут самая длинная змея может спустить практически к началу игры, вот здесь начало. Так, и перед тем, как обсудить культурный контекст, в котором могла возникнуть игра знания, игра знания, оговорюсь, это условное название, вот, вообще она называется Гьян Чоупар или Гьян Бази, и она распространена практически по всей Индии, вот в Северной Индии она как раз и называется Гьян Чоупар или Гьян Бази, Гьян Бази, как правило, то есть сперсидская база, игра, как правило, распространена в джайнских сектах, школах, а вот Махараштрия называется Мокшпат, в Южной Индии это Парампат Сопан, вот, от Тамильского Сопан, лестница, и Парампат Мрай, значит, в Анхарак Прадеш это Вайкунт Пали, в Нагапас в Непале Путь Змии, и также существуют суфийские версии, которые называются Шатранж Аль-Арифин, то есть Шахматы Мудрых, и вот эти версии, конечно, распространились по всему исламскому миру, далеко выходя за пределы Индии. Ну вот, пример Непальской игры. Вот вы видите, что каждое локо, во-первых, они не повторяются, и они все связываются с понятиями религиозных систем индийских, и вот здесь они проиллюстрированы. Каждое там олицетворяется своей какой-то фигуркой, и здесь как раз вот разноцветные змеи, они все имеют разное, ну то есть не все, а есть змеи, которые благие, а есть неблагие, соответственно. И вот джайнская версия с лока Пуруши, к которой мы отчасти вернемся, так как это похоже как раз на то, что хранится в кусткамере. Вот суфийская такая версия с надстройкой в виде дворца, который символизирует райскую обитель. И собственно вот еще одна версия с подробным комментарием, так как как правило они снабжались комментариями, и вот сохранился такой вот комментарий, в котором приписывается создание этой игры, именно суфийской игры, знаменитому андалузскому мистику Ибн-Араби. И в этой связи мне хотелось бы понять, что же такое чаупара, что может дать нам значение этого слова. И вот на санскритский манер иногда это чаупада, ну и это сложное слово, которое вероятно имеет синтетическое прокритское происхождение и имеет санскритский эквивалент слова чатуранга, то есть имеющие четыре конечности. Образованный аналогичным образом чаупар по всей видимости тоже означает то, что имеет четыре части. Пар в современном хиндустане это аналог санскритского слова пада, лексическое значение, которого можно ограничить понятиями след, знак, шаг, тропа, строфа и так далее. И тем не менее, что интересно, существует еще одно слово созвучное пада, это пада, означающая ткань, а именно четырехугольный плат, а также картина, написанную на нем. И если участие, что в прокритских языках озвончаются церебральные согласные между гласными и пада переходит в пада, что соответственно и перешло в пар, то есть чао-пар, то можно предположить, что и значения их тоже как-то сливаются, переплетаются между собой. Таким образом, мы получаем, что чао-пар это изображение или картина на ткани и одновременно игровое поле, состоящее из пада, число которых обычно кратно четырем. Нам известны 72-84 стаклячатые поля. И важно, что в древнеиндийской культуре, как замечает Виктория Викторовна Вертоградов в своем исследовании индийской иконометрии в трактате Читра-Сутра о живописи, парта это единица или минимальная составная часть, организующая как видимое пространство, так и мыслимое. То есть пата можно понимать как единицу визуальной индийской культуры. Но вот интересно было бы рассмотреть иконографию, которая, как мне кажется, иконография этой игры строится вокруг одной важной принципиальной черты. Это вертикаль аксис-мунди. и вот это представление о мировой оси, которая проявляется в разных сакрализованных мотивах гора, дерево, позвоночной столбце человека, это и играет существенную роль в понимании игры знания, как она устроена. если также учесть, вот перед вами гора Кайлас, если учесть, что реальная география в Индии часто совпадает с, условно говоря, мифологической и мифическая гора Меру, удачным образом совпадает с реальной горой Кайлас, которая находится на севере, то и сакральная география, точнее, сакральная геометрия Мандал также отразилась на ориентации игровой доски игры знания, которая, следовательно, ориентирована с юга на север. На слайде вот можно увидеть также под фотографией Кайласа тупу или Меру в форме такой Мандалы, то есть это объемная Мандала, это может быть и то, и другое. И чуть правее это бенгальский вариант игры знания, который в своей форме, в отличие от своих братьев и других традиций, сохранил как раз эту пирамидальность. И справа находятся вот две фотографии, точнее картинки. Одна из них миниатюрное изображение Схемачал Прадеша с изображением так называемого тонкого тела, то есть внутреннего устройства тела человека или шарира, которое сравнивается во многих индийских традициях с пейзажем, устроенным как система со своим солнцем, горами и реками. И как можно догадаться, этот внутренний пейзаж, он ориентирован вокруг центральной оси и располагается по уровням, то есть чакрам, которые здесь отчетливо изображены на этой миниатюре. А вот сверху изображение, которое уже было на этой конференции показано Ольгой Павловной Вечериной в ее замечательном докладе по телесности в поэзии или в традиции томистских пхактов, которая в моем исследовании тоже ее, эта тема, она мне очень помогла. Потому что, как мне кажется, в образе Корейка Лемьяр, поэтесси VI века, картинку я, соответственно, посмотрела у Ольги Павловны, она в поисках, как вы помните, единила с божеством, зашла на кайлаш на голове или на руках, вот как здесь изображается. И мне кажется, что тоже здесь происходит игра с вертикали как символ имманентности. Тело Корейка Лемьяр перевернуто вверх ногами противопоставляется горе, растущей вверх. То есть для того, чтобы достичь абсолютного верха, Корейка Лемьяр оказывается необходимо перевернуть собственную иммунность вверх. Ну, как мне кажется, такое переворачивание системы вообще свойственное наше ваше ваше. Исправьте меня в конце, если что-то я неправильно поняла, но дальше продвинемся. Вот перед вами диаграммы, которые очень важны тоже для понимания того, как сложилась игра знаний. справа это диаграмма, можно назвать ее космологической, а слева как раз анатомической. И здесь тоже каждые квадратики пронумерованы и описаны слева. также здесь они уже связываются вот этими змейками, что важно, отдельные пары. И тоже организуются вокруг центрального вот этого столба. И эти рисунки были, несмотря на то, что они относятся сами, точнее, напечатаны в статье Шоума середины XIX века, они, конечно, имеют более раннее происхождение. Их заказал один леценат у группы пандитов, пандитов последователей святого Бхакта Даду, жившего в Гуджарате в XVI веке, в конце, ну да, второй половины. И вот, собственно, как указывает автор статьи, одна из них служит иллюстрацией к описанию горы Меру Бхагавата Пурани. И этот лист как раз представляет из себя 177 квадратов ромбовидной формы, украшенной декоративным крышами дворцов, так же, как и в окре знания. И слева справа изображены солнце, луна. И несмотря на то, что это вайшнавская традиция, все-таки мы перейдем к джайнскому изображению, как раз которое и хранится под номером 226 114 в кунсткамере. Здесь также изображается солнце, луна и центральный столб, и вообще это мировой колосс, лукопуруша, символически выражающий тоже вселенную. И такая же вот структура и у вот этих изображений. Одно из них слева это янтра из Раджастана, который называется Паблия. Это рисунок современной издание, наверное, где-то 60-е годы, а справа это лист из Санграхани сутры, который находится в музее Виктории Альберта и датируется 18-м веком, а трактат этот 12-го века. И вот некоторые традиции закончили об иконографии немножко говорить, по крайней мере на этом этапе. А вот интересно тоже, что некоторые традиции сохранили предания о создании игры знаний. И вот в ашнавской традиции Таджиняна Дева поэт в Тибете также существует эта игра и там ее создание приписывает Сакьи Пандите. Эту игру, как гласит Тегенов, он придумал для утешения своей матери. И в суфийской версии, как мы уже обсуждали, это создать Кибонараби. И что интересно, все эти фигуры, они так или иначе принадлежат к периоду 13-го века, плюс-минус, что, на мой взгляд, говорит о каком-то одновременном что ли, одновременном сложении игр в разных традициях, то есть может говорить об этом. Понятно, что нельзя сказать, что именно в 13-м веке они были изобретены. в курсе моего исследования этой индийской игры мне стало интересно сопоставить с одной игрой, которая была распространена в Европе. Свидетельство о ее создании относится к 1480-го года. Это игра Чиоку далеку, по-итальянски, и также у нее есть аналоги французские, немецкие, английские, она везде очень хорошо была распространена по Европе и в целом ее можно перевести как игра гуся. И вот меня интересует здесь ее устройство. Эта игра представляет собой центростремительную спираль, разделенную на 63 клетки, с финальной клеткой расположенной по центру. Почему еще раз объясню, почему мне это интересно, потому что вот это изображение слева, оно в Гуджарате в общем-то находится, видимо, а может быть уже и не находится, но оно сохранилось именно там, и, соответственно, оно было выполнено индийскими художниками, что говорит о том, что контакты какие-то были. И даже исследователи некоторые предполагают о непосредственном каком-то воздействии этой игры, хотя это еще требует каких-то более сильных доказательств, но интересно другое, интересно посмотреть именно тип. Справа это европейские игры, и у индейцев в могольской традиции есть свой аналог игры гуся, который сильно отличается, хотя устроен таким же образом, развивается по спирали, это игра ганч, сокровище. Она уже немножко ближе к игре знания, с моей точки зрения, так как здесь практически каждый квадрат как-то окрашен определенным значением, и они не повторяются, ну, через один. И вот в игре гуся все-таки повторяются образы, постоянно этот гусь попадается, который увеличивает тоже число ходов, существенно продвигая игрока. И у игры гуся вообще очень мутное происхождение, ничего об этом практически не известно, и исследователи связывают ее появление с распространением Каббла в эпоху Возрождения, которая испыталась на себе не только влияние алхимии, но и арабской мистической традиции. Спираль — это схематическая репрезентация эманации. Символика спирали распространилась в христианской Каббле, как указывает исследователь еврейской мистики Гершом Шолин. В связи с этим можно предположить, что игра гуся отражает не только нумерологический аспект 63, клеток, оно свойственное каббалистическому христианству, но и формально изобразительное, символом анации, то есть истечения тварного, абсолютного и божественного первоначала. С символом спирали связан в целом мотив трансформации эманации божественного соединения у него мистика и если вспомнить вернуться к индийской традиции, то там спираль совсем не новая и можно привести массу примеров. я не буду их сейчас приводить, все знают про кундалини и так далее, про все это и также в народном искусстве можно встретить, ну как в народном, в искусстве распределены, но вот что интересно, что если представить, что мы потянули за центральную клетку игры гуся, вот один из ее вариантов на слайде и подняли ее, то перед нами возникает пирамидальная форма, которая как раз мы уже рассматривали, которая важна и для построения игры знания. Иными словами, можно сказать, что это вид сверху, а игра знания это как бы ванфаз. Ну, то есть, что никаких выводов я не делаю об их преемственности, потому что это очень странно было бы, но структуры игры гуся, игры знания изоморфны. Они лишь даны в разных координатных плоскостях. Одна представляет вид сверху, другая дана в разрезе, и принципиально общей чертой является наличие центра как символического выхода и завершения игры. В целом, им присуще это обще структурное сходство, и обе они являются условными схемами организации Вселенной. структурное 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 в разных традициях закрепились разные варианты. Например, в вайшнавских в северо-западных штатах распространены гьян-чаупары 72 клеток, а в джайнских, например, уже возникает 84, в суфийских уже получается 100, и там есть варианты, разные варианты встречаются, то есть в целом она довольно распространена. И второй вопрос, я так и не понял, а змея почему является связующим звеном? А, ну, она как бы проглатывает игрока, который спускается по телу, по её телу вниз. А скажите, для продвижения вверх по ступеням этой игры нужно демонстрировать какие-то знания или просто бросается кубик и там формально человек поднимается? То есть это реально в игровой форме разлучивается некий путь духовного совершенства. Так, да? Да, именно. Я об этом не говорила, но вы всё правильно понимаете. Вообще предполагается, что это было таким, помимо развлечения, таким инструментом своеобразным, образовательным. В частности, известно, что на фестивалях в неё могли играть. И Джайна читали эту игру и как икону. И не нужно демонстрировать никаких знаний в принципе в процессе игры, а скорее наоборот учиться. Потому что каждая там очень строгая причинно-следственная связь между этими клетками, которые зафиксированы как раз этими змеями, стрелами. И каждая клетка, ну, там, я не знаю, например, лоб, что означает там, по-моему, это гнев или я не очень хорошо помню, если честно. Но, в общем, какие-то основные понятия, они ведут игрока, он сталкивается с разными состояниями психическими, по сути. Вот. То есть, если он попал на клетку гнев, то это может его отправить куда-нибудь. Вниз, да. То есть, и даже на самых высоких уровнях встречаются такие вот засады. Понятно. Я хочу задать вопрос по поводу значений каждой клеточки в этой игре. Где можно узнать подробнее о смысле приписываемом каждой клетке? В каких текстах или в каких традициях это больше распространено? Я думаю, что это следует отдельно этому исследованию посвятить, потому что в целом комментариев таких вот конкретно к этим играм, насколько мне известно, не сохранилось, кроме суфийской версии. И исследователи пытаются расшифровать с 80-х годов. и частично можно посмотреть эту расшифровку у Топсфилда, такого исследователя этой игры и других индийских игр. Но я бы хотела заняться этим более детально, потому что я вижу, что здесь отражаются системы разные, там есть разные варианты, и нужно опираться, я думаю, на те традиции, которым принадлежит определенная игра. То есть, например, от Вайта Веданта нужно читать тексты вот этого кластера, или там джайнские тоже нужно исследовать более подробно, и это очень интересная, конечно, задача. И можно взять, например, вот тот объект, который находится в кунсткамере конкретно, и его уже более детально рассмотреть. У меня не было, к сожалению, возможности такой, но я рада. Елена Станиславовна, у вас вопрос, а у меня вопрос как раз к вам. Скажите, вот эта игра была сфотографирована Елизаветой Олеговной не очень четко, а мы можем проверить, если эта же игра сканирована в более четком виде, или как? Ну, проще всего на сайте посмотреть, потому что... Чтобы на сайте найти, надо понять, как искать, то есть, вот как вы, например, бы искали? По номеру, по коллекционному номеру. Как здорово! То есть, в смысле, всего лишь надо знать тайный ключ, чтобы найти тайный ключ, то есть... Мне кажется, ее нет. Это, кстати, спасибо большое Александру Николаевичу Байдину, это его фотография, хотя она, может быть, вам показалась не четкой, но... Нет, фотография хорошая, но хочется рассмотреть, и поэтому... Ну, это делается совершенно спокойно, посылается заявка, вот, правда, там достаточно длинный текст, который надо заполнить, там, по-моему, странички 3, но там четко все указывается, и вам присылают то, что вы хотите, там, то разрешение, которое вам нужно для работы, там, для публикации, смотря что. Уже страшно. Просите. Уже страшно. Елена Станинова, у вас был вопрос, кажется? Да, был, вот, потому что, как-то вот, спасибо большое, сегодня прямо все в тему, у нас что-то подобное есть в фондах, ну, вот, например, я вам даже уже написала, Елизавета Олеговна, самое смешное, что это фотография Мерворта, сделанная в Национальном музее Коломбо, вот, там они фотографировали просто все ретрины, вот им позволили, и в том числе несколько шкафов заполнено досками для игр, и вот на одной доске что-то подобное нарисовано, называется, кажется, патипата. Ира. Вот, да, вот я просто посмотрю, я сейчас не помню, потому что сингальские наши коллеги, они подтвердили, что такая народная игра здесь существует, то есть, а там этикетка просто наклеена, большой какой-то такой грубый кусок доски, и вот такие же под углом линии, вот, вверх идущие, но надо разбираться, потому что вот просто вот я с большим трудом обнаружила, прочитала, и вот там горы, горы никакие, на Фриланке, или нет, покороче, что-то есть, и есть вот всякие вот эти ваши квадраты раскладные, то есть вырезаны на углами, вот тоже надо смотреть, тоже тех же нервов, успеха, очень интересно. Большое спасибо, если можно, я бы вам написала. В чате еще было в Татьяне Весе вопрос, что соответствует змеям в игре гуся. А змеям в игре гуся нету, есть только гусь, и еще есть версия английский, называется Royal Game of the Goose, но также там разные названия, и вот есть изображение с змеей, собственно, закручивающейся в спирали, вот есть такой вариант, но внутри нее нету змей. Простите, я теперь в аудиоформе тогда уточню, почему спускаются в игре гуся? Спускаются? То есть вот бросили публик, прошлись, и нужно спуститься, там в клетке что-то, да? Да, там есть смерть, которая возвращает игрока прямо вот на первую клетку, ему снова приходится. Вообще, она... Очень гуманно на первую клетку все-таки. Да, кстати, ну вот тоже эта идея, что, да, бесконечно можно играть. С смертью а какие еще знаки? Так, вот это хороший вопрос. Я на нее сейчас... Потом, потом, потом. Чувствую, что вы игроки, надо будет сыграть. Мне кажется, у меня есть такая игра. Да? Современная, да. Игра в плане? Ну, змеи, да, змеи-лестницы. Да, да. Лива она называется. Еще шахнутый мистик есть. Спасибо большое. шахнутый 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok